Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот не могу не подойти и не полюбоваться вместе с вами еще на один томат, который у меня второй год всего, но очень мне понравился. Вот смотрите, я вчера показывала вам томат очарования, который был весь-весь улеплен плодами, точно такой же, только розовый, тоже весь улеплен плодами. Это у меня номер 188, розовый фламинго. Кто-то может сказать, что это не розовый фламинго, что фламинго должен быть такой перцевидной формы, но я сразу замечу, что их два. Есть розовый фламинго перцевидный, есть розовый фламинго вот такой сливовидный. Этот томат я выращивала именно с фабричной пачки розовый фламинго, и там описание, что он сливовидный, вот такой формы и размер сливы. Смотрите, сначала у него вот такое пятнышко, но потом, когда он вызревает полностью, никакого пятна на нем нет, он похож на добарау розовый, похож и по внешнему виду, и по характеристикам. Но он более такой алый. Конечно, индотерминатный, конечно, он весь идет туда дальше, выше, выше, выше. И ясно, что я его уже оббирала внизу. Сейчас вот пришла тоже оббирать. Чуть его шелохнешь, они уже переспели некоторые. Вот видите, даже полупались у меня. Потрескались, но так как я из них буду делать сейчас семена, мне это сойдет. И вот он до того тоже, из-за своей вот этой высоты, около двух метров, этот даже выше вырос, из-за своей высоты, он до того сильно много дает плодов. Вот начинаю шевелить, он как груша падает. Что он даже вот этот, видите, у меня под тяжестью плодов оседают все эти кусты. Их надо очень-очень хорошо подвязывать. Не буду долго рассказывать. Вот просто показала вам, что есть такой прекрасный сорт розовый фламинго, который весь в томатах, он буквально на нем живого места нет. Все, у него везде кисти, кисти, кисти. И идут так до самого верха. Вот это уже раз, два, три, четыре, пять. Это уже, по-моему, шестая, ну как по ярусам, по счету. Я его тоже, как вы видите, у меня здесь много, видите, палок, тоже не формирую, пасынки не удаляю, потому что он и так мелкий, формирую только крупные. Так же, как со штраухом поступаю, сколько вырастет, столько вырастет. И поэтому они у меня получаются все-все-все вот в таких кисточках и в помидорках. Все. Это номер 188 розовый фламинго. Очень вкусный, очень сладкий, воспевает хорошо, никаких у него внутри, ни волокон, ничего нет. Конечно, идеален для консервирования, конечно, идеален и для вяления, и для запекания, но он идет и в салаты, потому что он мякоть мясистая, он не такой, не одни семена там. Потом буду дегустировать, если будет время, покажу.